Девочки, всем огромный привет! В сегодняшнем видео мы с вами немножко пошуршим, посмотрим мои обновки из косметики, поговорим приглашенным таким голосом. Это видео, можно сказать, обзор и формат ASMR 2 в 1. Решила сделать такое видео, потому что у меня вдруг захотелось, многие блогеры сейчас так делают, и мне тоже как-то захотелось что-то подобное сделать. Давайте начнем. Распаковочка. Это маска для волос фирмы Estelle. Estelle лаборатория 79-22 Ауру. Я ее заказала в магазине Озон, потому что на нее были очень классные отзывы, что она очень хорошо увлажняет и питает. Честно говоря, я не знаю, как будет сейчас работать мой микрофон, он у меня довольно-таки чувствительный. Я надеюсь, что звуки вам будут слышны. Да, у меня нету ногтей сейчас, потому что с ребенком, с маленьким, это не очень удобно. Давайте попробуем вскрыть. Я еще сама ни разу не промывала такую маску, так что для меня вскоре будет первый раз. Маска стоила 360 рублей, и объем она 250 миллилитров. Такая окраска красивая. Пакетик обычная пленочка, тоненькая. Прилатный звук пупленки. Я не люблю, когда прям сильно такие грубые, шуршающие иголки, а вот этот довольно мягкий. Так, давайте посмотрим саму маску. Здесь очень симпатичная коробочка, которая блестит на свету немного. Так, давайте ее откроем, как она нравится. Вот так вот надо вытягивать. Ух ты, ничего себе в этом конструкции. Запах уже очень приятный. У меня светит солнце. Так. Здесь такая вот. рекламка. Давайте посмотрим, что там дальше. Так, тут уже другая реклама. Сама маска. Такая тяжелая баночка. Давайте-ка посмотрим. Ну, сама по себе баночка простая довольно-таки. Ничего в ней сильно особенного нету. Она оранжевого цвета и прозрачная. Так, наверное, там внутри будет сейчас пленка. Крышка пластиковая. Запах профессионального средства. Немного пахнет яблоком. Смесь с косметическим ароматизатором. Маска сама по себе такая персикового цвета. Вот, выглядит. Как густая такая. Густая. Как такой густой-густой йогурт. Запах очень вкусный. Буду пользоваться. Если вы хотите, то я потом вам сниму обзор на эту масочку. Потому что волосы сейчас у меня очень сухие. Просто им необходимо питание. У меня есть губка для мытья ребёнка. Так. Губка от фирмы BabyLine. Это губка-спонж. Для мытья и массажа. Это губка коньяку, если нет. Или конжак. Как он говорится правильно, я не знаю. Да, в общем, какая-то жидкость. Давайте вскроем и посмотрим. Кстати, от ножниц. Это уже приятный сок. Вау. Ничего себе, какая губка. В ней очень много влаги. Специальная петелька. Для того, чтобы можно было её подвесить. Запах такой довольно-таки странный. Пахнет не знаю, вроде бы и не спиртом, но какой-то такой прям необычный запах. Я подношу ближе к микрофону, он у меня здесь сбоку. по-моему, по-моему, она неплохо отмывает. Уже смотрите, у меня кремом намазаны были руки. и она так принимает цвет. И, по-моему, она ещё расширится, я так понимаю, если её во влажную среду поместить. Кто пользовался, девчонки, напишите, как вам вообще нравятся эти губки или нет, долго ли они служат или нет. потому что я первый раз такую купила. Прикольная штука. Я тут сижу на полу, поэтому здесь мои ноги. Так, следующее, давайте прервёмся на такое более тихое и обзорное. Потом я вам немножко допокажу ещё чего-нибудь хрустящего. А пока что я хочу показать вам мои какие-то новинки, которые я купила уже давно, но ни разу вам не показывала. Сейчас очень большой тренд на такое естественное сияние лица. и вот я покупала фирма Клоранс. Вот такой тюбик. Переливается розовым. Это база под макияж, выравнивающая тон, увлажняющая. Она такая достаточно мягкая, то есть это как бы не совсем база, которая скрывает поры, а именно под тональный крем можно использовать на каждый день даже. Вот. Сейчас я вам покажу. Здесь такой как сказать дозатор в виде кнопки. Вот. База розового цвета, очень приятного. и она так вот легко, легко распределяется. Видите, она розовенькая, но когда распределяете по лицу, она, кстати, не сильно экономичная, она очень хорошо впитывается, увлажняет кожу, выравнивает тон кожи слегка. Вот. И у вас на коже потом остается вот такое вот красивое-красивое сдеяние. Знаю, вам так будет видно или нет. Вот оно такое розовое, красивое. Благодаря этому сиянию у вас появляется у кожи внутреннее свечение. Мне вот здесь очень видно. Вот сейчас оно полностью впиталось уже. То есть оно впитывается очень быстро. И вот такое свечение получается. По-моему, очень классно. Запах приятный. Запах вообще просто балдежный. Посмотрите, я покупала в Литуале за 1700. Я пользуюсь не каждый день, а на какие-то такие мероприятия, где нужно хорошо выглядеть. Вот такое вот сияние. Очень рекомендую. Классная очень вещь. Так, следующее, что вам хочу показать. Это мыло земляничное. Я его не буду резать, мы просто приятно пощуршим. У меня все время муж покупает это мыло. мы моем руки. Муж моет им тело. Он почему-то не восхищен гелями для душа, хотя я моюсь гелями для душа. Хотя оно сушит кожу, я бы сказала. Запах у мыла приятный. у них разные серии есть. Вот это земляничное, есть банное, есть хвойное, по-моему, даже дегтярное у них есть. Кубик такой достаточно брусок большой. брусок так. Следующий посмотрим. Мне моя подружка с Архангельска дарила вот такой бальзам для губ. Бальзам блеск Вот так он выглядит Розовенький Видит цветка Очень красиво оформлено Очень мило Бальзам никуда не скатывается Придает легкую розовинку Губам Он немножечко липкий Запах у него такой Земляничный Как будто Такое Придает легкий блеск Влажный Очень приятный цветочек Так все классно выглядит Красота Так, следующее Хочу вам показать Это Антивор Ну Сами знаете, что У них вот такие мешочки Вархатные И эти мешочки К сожалению Цепляют к себе Очень много пыли Даже если вы его Только новеньким достали То пыль быстро Быстро Прицепится Но вообще Сама идея Что коробочка Остается без царапин У вас косметички Очень классные Смотрите, какая красота Это просто божественно Такие упаковки После использования Даже жалко выкидывать Я обычно храню Такую красоту В комплекте Нашла вот такая кисточка От Кристиан Диор Она достаточно плотно набита Вот А что же это у меня такое Сейчас вы увидите Так Здесь зеркальце Это у меня Иллюминайзер Он розового оттенка Розовое шампанское Я бы назвала В принципе Похоже на этот вот оттенок По эффекту По своему Но на щеках Немножко по-другому Смотрится На сколах Вот Если набирать его пальцем То он выглядит Вот так Вот А если наносить на руку Давайте сюда Получается Вот такой вот блеск Свечения Очень классно Красиво Она такая Знаете Золотисто-розовая Если вот здесь Вот оно просто Розовое Свечение То Этот Золотисто-розовый Мелкие-мелкие Мерцающие Сияющие Частички Если наносить Его кисточкой Вот То получится Что у вас Ой Извиняюсь Убийцок Вообще Вот эта кисточка Очень хорошо Наносить Получается Такое Рассеянное Сияние Не знаю Вам видно Или нет Но Такое Оно Как бы Несильное Вот оно Это сияние Вам должно быть Видно Вот так Вот такая Новиночка Которой я пользуюсь Не часто Ее хватит Мне надолго Поэтому Эту поколочку Конечно Я никогда Не выброшу Еще неизвестно Через сколько лет Она у меня Закончится Так Следующий Я может быть Вам когда-то Показывала В одном из своих Видео Вот эти Четверки Теней Тоже В таком же Мешочке Это Шанель Так Здесь даже Инструкция Имеется Как наносить Макияж Разные Варианты Нанесения Теней Такая Вот книжечка Так Здесь Кнопка Открываем Я всегда мечтала Об этой Четверочке У них там Есть еще Много Красивых Оттенков Вот Здесь Вот такие Вот Оттенки Они Все Полупрозрачные Сейчас Тренд Прям На полупрозрачные Оттенки На полупрозрачные Нанесения Вот Поэтому Давайте Я Вам покажу Как Они Выглядят У меня На руке Сейчас Я сотру Предварительно Приготовила Тряпочку Чтоб Лишнее Удалить Так Наносить Буду Пальцами Вот Этот Коричневый Оттенок Вот Такой Толупого Коричневый Вот так Выглядит На пальце Вот На глазах Если Наносить Кистью Он Не Получается Такой Вот Яркий Так Следующий Оттенок Вот этот Светлый Я использую Довольно Таки Часто Полупрозрачный Прям Вот В уголке Глаз То Что Нужно Такой Вот Цвет Надеюсь Что Вам Хорошо Все Видно Так Следующий Это Розовый Розово Персиковый Я бы Сказала У него Есть Свечение Такое Переливающееся Персиковым Вот Он Наносится Довольно Таки Тяжело То есть Самый Яркий В этой Коллекции И легкий В нанесении Это Вот Этот Первый Тауповый Такой Коричневый Цвет Так И последний Это Фиолетовый Тоже Так Не очень Легко Наносится Вот Такая Четверочка Сейчас Мне кажется Это Очень Актуально Потому Потому Что В моде Как Розовый Цвет На Веках Так И Вот Такие Полупрозрачные Оттенки Давайте Давайте Их Свернем Обратно В комплекте Еще Такие Две Кисточки Я Ими Тоже Пользуюсь Иногда Актуально Сложим Все На место В нашу Ваншебную Косметичку Косметичку